Дисклеймер. Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной рекомендацией, носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение, либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, а также торговых операций по финансовым инструментам. Приятного просмотра. Я предполагал, что цена пойдет вниз, потому что данное корпоративное событие ознаменовано как раз такими вот негативными движениями, что в целом и произошло, и цена пришла на поддержку 1050 рублей за акцию. И в данный момент времени лично я планирую подбирать данную компанию от 1050 рублей и ниже, то есть с интервалом каждой 50 рублей. Ну, к примеру, 1050, 1950, 900 и, наверное, 850, если рынок даст. Но тут опять же или-или. Отмечу то, что прибыль за 2019 год компании выросла в несколько раз по сравнению с 2018 годом. За 9 месяцев это видно прекрасно. Теперь ждем просто годовой отчет по новотеку и уже делаем непосредственно выводы по нему за предыдущий финансовый год. Во втором квартале 2020 года правление компании будет рассматривать новую дивидендную политику по новотеку. И есть резон полагать, что они дивидендную доходность за акцию увеличат. Не радикально, но примерно на 1-2 процента, я думаю, этого стоит ожидать. То есть если сейчас дивидендная доходность 2,8 процента, то там будет вполне ряда доходность 4,8 процента, девиз 5 процентов, что в принципе на плаву и неплохо поддержит рыночную капитализацию, рыночную цену данной компании. Важно понять еще одно, то что новотеку поставляет жиженый природный газ. К сожалению, на европейском рынке основным конкурентом каши для Газпрома является новотек. Я потому что вчера коммерсанты читал газету, интернет-издание, и я посмотрел долю жиженого природного газа в Европе, ну и Газпрома. Газпром там еще все еще занимает огромную долю, но раньше между Газпром и новотеком было согласование, мол, Газпром в Европе, новотек в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в итоге новотек здорово полез на европейский рынок, поставляет там туда свой жиженый природный газ. В целом, я думаю, данную тематику в скором времени уже приструнят, и новотек пойдет на азиатские рынки продавать свой жиженый природный газ. В этом плане, каши, было бы позитивно. Потому что была бы непосредственная диверсификация между Газпром и новотеком. Газпром на газовый рынок Европы, он там свою основную долю еще оставляет новотек на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вообще, с точки зрения нынешней ситуации, на газовом рынке стоит отметить одно, то что цена на газ, конечно, упала, естественно. Но на российские газовые компании, подчеркиваю, она их никак не затрагивает сильно. Затрагивает непосредственно американские компании, у которых нет такой стоящей государственной поддержки. Но наша компания нам присутствует. Это является большим позитивом по поддержанию данной компании на рынке. Отмечу еще и то, что капитальные затраты новотеков вполне реально в этом году. Точнее, в 2019 году, по итогу года, они увеличатся, потому что основную тоже долю сжирает Ямал СПГ. Как говорится, компании есть резон, куда развиваться. И, в первую очередь, ориентироваться на азиатские рынки, потому что там тоже спрос на жиженый природный газ нарастает. И вопрос, конечно, в другом. Обойдет ли новотек американские жиженые газовые компании? Тут уже, наверное, время покажет. Вообще, опять же, с точки зрения того, что новотек пришел в Европу, для него там много поблажек. Льгот, на самом деле, много. Отчего Газпром, он в какой-то мере даже пострадал за предыдущий год. Поэтому, повторяю, данный аспект, я думаю, они с точки зрения государственной политики будут уже рассматривать. Просто, прочитав вчера всю эту хрень в Коммерсанте, то есть про газовый рынок Европы и непосредственно про новотек, там, конечно, вопросов, точнее вопросов, а много чего интересного было выведено. То, о чем я говорю, по сути, сейчас. Главной привилегией новотек является то, что его баланс и задолженность кредитная, они разнятся. То есть кредит вообще компании минимальный. То есть то, чем не могут похвастаться американские компании. То есть кредитной задолженности новотеки таковой прям и нет. Баланс огромный, задолженность кредитная вообще минимальная. Это очень даже хорошо и позитивно. Поэтому нужно понимать одно, то, что в будущем спрос только на жиженый природный газ, он будет наращиваться. То есть основные рынки сбыта для новотек это будут, ну, естественно, международные рынки. То есть международный рынок разных стран. И я полагаю, в первую очередь будет Азиатский Тихоокеанский регион. И в данном контексте важно понять одно, то, что жиженый природный газ, он в первую очередь поставляется на километраж от 5000 километров и выше. То есть тут даже для газового, условно говоря, портфеля инвестиционного привилегия в чем? В том, что Газпром будет находиться на европейском рынке, он там будет свою позицию сохранить и дальше. Новотек на газовом рынке, именно на рынке жиженого природного газа в Азии. То есть поставки и у одного, и у второго наращиваются. Прибыль у одного и второго идет. Если там в случае, говоря, у новотека что-то произойдет на АТР, Азиатско-Тихоокеанском регионе, что-то там нибудь сорвется у него, то Газпром, как говорится, портфель газовый поддержит. Я имею в виду инвестиционный газовый портфель, в котором я лично для себя подбираю Газпром и Новотек. Опять же, это не долгосрочная прямая цель, это среднесрочная цель тут. Важно понимать, потому что я сейчас портфель, опять же, формирую в первую очередь до августа 2020 года. Но если говорить про долгосрочную инвестицию, например, на 5-10 лет, то Газпром и Новотек, они друг друга поддержат. И портфель инвестора за счет такой диверсификации, он будет обоснован таким поддержанием. Так что перспектива у жирного природного газа, она имелась, имеется и будет иметься, потому что спрос на нее только нарастает. Так что и в текущей ситуации я считаю то, что Новотек должен иметься в портфеле, но опять же, прикупать его от отметки 1050 и ниже. Но, повторяюсь, основную новость в этом году сыграет дивидендная новость, корпоративная новость по Новотеку. То есть, повторяюсь, в случае увеличения дивидендов хотя бы на 2%, до 5% если округлят, то цена поддержится. И вполне реально, что на такую позитивную новость будет возврат на уровень 1300 рублей за акцию. То есть, данный аспект тоже исключать, конечно же, не стоит. Поэтому я придерживаюсь того резона, что пора бы постепенно выкупать Новотек от отметки ниже 1050. Ну, по крайней мере, от 1050 и ниже. А дальше уже ситуацию увидим, потому что все-таки в этой компании, как и в Газпроме, перспектива тоже имеется. Так что, чем дешевле будет возможность Новотек взять, тем больше на этом можем будет заработать. Опять же, это не инвестиционная рекомендация. Я лишь выражаю свое мнение и выражаю свое видение и выражаю также свои действия по отношению к акциям этого эмитента. Новотека. То есть, то, что я буду делать. Я никого ни к чему не призываю. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технические фундаментальные, обзоры индексных фондов ИТФ, а также торговые идеи, среднесрочные, краткосрочные, долгосрочные, которые никак не являются инвестиционными рекомендациями. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия наших главных союзников. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.